Такой фамилий, слышание, он наш, конечно, боевой председатель. И столько перевозили бумаг по пруду жителей, и не только Арсеньева, вернуть нам коэффициент. Приморьев 1,3, по-моему, был, но сейчас он уже мало, может, 1,6. Поэтому обращались, ну, конечно, к губернатору Дарькину, Грызлову, посещение. Все обещали, и где-то наши эти бумаги и затерялись. А коэффициенты видят, что... Там чемоданы были. Северные, да? Пенсионные коэффициенты, да? Да, да, да. Ну, это же проблема... Государственная. Ну, она, да, это же федеральная. Чтобы мы подмогли. Ну, подмочь я всегда буду стараться. Но на самом деле она должна решаться, так сказать, системой на федеральном уровне. У нас на сегодняшний день, к сожалению, значит, пенсионное обеспечение, оно, в общем, не очень большое. Все вы об этом хорошо знаете, в общем. Ну, еще до пенсии далеко, но, тем не менее, значит... Готовиться, думать надо. Нет, готовиться, ну, наверно, может быть, и надо, да, я знаю. Вот, ну, по крайней мере, могу сказать, что, наверное, вряд ли кто-то из пенсионеров любого поколения доволен своей пенсией. Вот, я слышал, наверное, что-то... Ну, высказывание пенсионеров, так сказать, передачу смотрел, там, в США, во Франции, там, просто, знаю... Никто не доволен уровнем пенсии. Владимир Владимирович, в дополнение к Артеннису, я бы хотел запомнить вот, что... Ну, я так думаю, спасибо вам, что вы нашли время... Да, мне ничего не... Это большое спасибо. И, думаю, что если мы, как бы, вы нас будете слушать, мы вас слушать, и найдем взаимопонимание, от этого выиграть и власть общества. Значит, вот сегодня пенсионные законодательства, которые существуют в стране, мы не говорим, дайте нам того, чего вы не заработаете. Значит, вроде бы 75%. Ну, хорошо, ладно? Но почему-то, когда начинают исчислять пенсии, то получается, что средний заработок пенсионера, средний заработной платье по стране, урезается от 1 и 2. Ну, почему дадим и 2? Почему не дайте, то есть, не решить вопрос, кто какой заработал? Вот это будет по справедливости. А сейчас, я думаю, что вот это в отношении трудовых пенсий, это просто дискриминация по социальному признаку, не по расовому, а по социальному признаку. Поэтому вот просьба есть такая, может быть, обратиться к правительству, может быть, я не знаю, к Государственную думу, чтобы пересмотреть вот это положение. Почему 1 и 2? Почему, если чиновники, госслужащие получают без ограничения этого, у них нет этого коэффициента 1 и 2, то те, кто получает фондовую пенсию, и почему-то этот коэффициент 1 и 2. Давайте я сейчас с расходу не скажу, потому что я... Нет, я не говорю, что будет... Я же, когда сказал, что далеко до пенсии, я действительно глубоко законодательство не погружен. Я посмотрю, я, наверное, готов поговорить и с Топилиным Максимом Анатольевичем, мы с ним знакомы еще там в прошлой жизни, когда оба заменистрами были. Потому что он занимается сейчас, соответствующим министерством, он, как вы знаете, министр на труда и социального развития. Я разбираюсь, ему этот вопрос задаю. Спасибо за это. Владимир Владимирович, у меня еще вопросы. Город Павел, Северский район. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!